Всем привет, это небольшой видео гайд по мистической таверне Таути. Начну с состава пати, здесь нужно сказать, что при средней экипировке в пати лучше взять танка. Что касается ДД, то подойдут любые классы, но как обычно это бывает, если в пати есть ПВЕ оружие, то фарм значительно ускорится. Всю инсту условно можно разделить на 5-6 зон. Первая зона это убийство огненной стакката. В верхней части экрана начинается обратный отсчет, в течение которого надо убить несколько волн с мобами. Эти мобы попытаются уничтожить огненные цветы, расставленные по всей площади первой зоны. В этой ситуации пригодится танк с массагром для паков с не очень хорошим бустом. В остальных вполне подойдет масс-корректира. Кстати сказать, с стакката опыт и дроп не дают. Во второй части нужно будет убить парик из огненных скорпионов у перекрестка. С них уже можно получить опыт, но пока еще без дропа. Если у вас включен звук, то ближе к концу парика гном начнет рассуждать, в какую сторону лучше пойти. По правой стороне стоит РБ, с которого можно будет получить опыт, а с левой стороны РБ нету. Вот в общем-то и вся разница. Сам РБ огненный голем достаточно толстый, поэтому можно смело разрешать все рапсодии и лимиты. После уничтожения огненного голема переходим к третьей части, если не считать самого голема. Здесь нужно распечатать вход к следующему боссу. Сделать это можно уничтожая запечатанное надгробие. ХП у надгробия прилично, а вот дебафы на него не ложатся. Поэтому на нем тоже можно разрешать все лимиты и рапсодии. Здесь нужно сказать, что во время убийства надгробия может появиться РБ Ариманес, с которого можно получить опыт и скромный дроп, как в общем-то и во всей таверне. В виде манускриптов на скиллы и точек. После уничтожения надгробия прыгаем в открывшийся люк и переходим к четвертой стадии. Здесь нужно будет уничтожить Архангела Печати и его миньонов. Где-то на середине хп босс замораживает всех игроков и делает с них копии. После спавна клонов их нужно будет уничтожить, с них дают опыт и с некоторых даже дроп. Здесь нужно сказать, что у клонов не будет полосок хп, по которым их можно будет отличить от других игроков. Здесь будет удобно всей пати расфлагаться, чтобы можно было по флагу отличить игрока от клона, который дерется на стороне мобов. Еще отмечу, что клоны похожи на группы мобов, в которых можно встретить в лагере серой тени. Они юзают примерно те же самые скиллы и нужно быть аккуратными, особенно с чантами. В завершающей части инсты нужно будет снизить хп босса до минимума, как в общем-то и в других рассказах мистической таверны. Убить финального босса не получится, после определенного количества хп вам покажут небольшой мувик и можно будет сдать квест. Дропа, как и опыта с последнего босса, тоже получить будет нельзя. Это, пожалуй, все, что хотел рассказать о зоне мистической таверны Тауте. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.